всем привет итак сегодня посмотрим на еще один такой ресурс который поможет вам исследовать ваш код ну или же исследовать некие может быть вырезки из алгоритмов написанные вами на момент производительности уже было пару обзоров было что-то кода explorer был и еще какой-то еще что-то вроде было а вот еще очередной но что интересно еще интересно то что есть репозиторий на гитхабе это все добро можно установить локально и и и пользоваться локально ну давайте пока с веб-версии на веб-версию посмотрим вот эта ссылка будет в описании и вот эта ссылка тоже будет в описании и так вот здесь со старта вот такой вот простой пример давайте его запустим запустим и посмотрим что она выдает теперь смотрите в чем интерес этого всего да запустился тест и у нас вот здесь есть сравнение создание строки столько-то времени копирование строки столько-то времени то есть мы можем сделать вывод что вот эта функция где-то string creation гораздо эффективнее чем вот это вот функция то есть с помощью вот этого инструмента можно изучать как минимум какие-то операции языка си си плюс плюс какие-то конструкции там операторы алгоритмы стельные и так далее и тому подобное и можно писать какой-то код и пытаться его оптимизировать на момент быстродействия да но как вы знаете первое правило оптимизации не оптимизирует то есть оптимизировать нужно только тогда когда когда это нужно а просто так оптимизировать не нужно потому что это обычно усложняет чтение кода порой ну как бы как минимум это усложняет чтение кода но еще не факт что вы сможете оптимизировать я ваших способностях не сомневаюсь но бывает такое что оптимизируешь оптимизируешь а в результате в результате добавляешь кучу проблем под которые вылазят потом а вследствие того что код уже не читаем плохо читаем выливается новые появляется новые проблемы и так далее и тому подобное короче смотрите здесь можно выбирать компилятор дальше по каждой функции вот здесь есть функция стринг рейшинг и стринг копи можно прямо здесь посмотреть ассемблер да то есть результат ну то есть как этот код выглядит на ассемблере и сравнить дальше можно выставить разные флаги оптимизации можно выставить библиотеку либо стд си плюс плюс либо либ си плюс плюс дальше стандарт 20 даже интересно ну то такое теперь смотрите я отключил оптимизацию и что мы видим создание строки не такое уж эффективное а копирование эффективней соответственно соответственно оптимизируя свой код нужно еще учитывать различные флаги оптимизации потому что с некоторыми вещами компилятор некоторые вещи компилятор может и сам очень хорошо оптимизировать если выставить определенные флаги вот так вот так вот так вот да что еще хочу сказать по этому всему у меня будет ряд видео ряд видео в которых я казалось бы порой простые и очевидные вещи буду в таких коротких роликах по две-три минутки показать да там то есть будет ряд видеороликов типа советы в которых там типа низко не не складывайте там числа к примеру по четным дням потому что по четным дням в период полной луны ну программы плохо себя ведут то есть рантаем си плюс плюс плохо работает и плохо складывает короче числа да но если дни нечетные и луна на у спад идет то тогда можете использовать операции сложения ну к примеру да вот такое то есть но это шутка конечно же короче вот такие ролики будут и все это будет локально то есть дальше идем дальше давайте перейдем на гитхаб этого проекта ну на а что еще хотел сказать здесь как бы большие куски кода или какие-то серьезные алгоритмы могут не прокатить почему потому что скорее всего на сервере установлен какой-то лимит по времени если что-то уж очень здесь серьезное то вы не укладываетесь в лимит и вам здесь я уже не помню но по-моему будет написано что так и так тайм лимит или еще что-то такое поэтому лучше это все установить как это все установить но можно перейти на гитхаб ну тут по-моему было вот мо 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 бэкэнд наверное не помню или вот здесь короче где-то где-то я ссылку все равно это оставлю дальше дальше как использовать ну как использовать тут тут я посмотрел очень много возможностей тут есть документация какая-то и здесь это просто какой-то такой такой тут за скажем так которым может много чего то есть я ее использую в самом простом виде вот вот в таком в самом примитивном виде но там есть возможность указывать там потоки либо либо еще что-то короче я думаю разберетесь я честно говоря не разбирался нет времени давайте попробуем установить устанавливается предельно просто предельно просто вот берем все отсюда и делаем как написано и я сейчас это буду делать вот гид клон делаем дальше еще один гид клон то есть ну по крайней мере я не знаю но на том ноутбуке на котором я устанавливал это все прошло очень быстро и очень и очень быстро короче без всяких без каких-либо проблем вот то есть я вот так вот все покопировал повставлял все у нас собралась и запустилась вот сейчас семейк отработает и дальше команду make и сейчас у нас пойдет сборка ну сборка я думаю быстренько пойдет дальше дальше нужно будет установить ну я взял себе и установил потому что я использую и подключение от этих библиотек не так уж и сложно как обычную библиотеку нужно будет прилинковать я использую как видите ubuntu но я смотрю что здесь что здесь можно это все и под виндой тоже собрать но скорее всего нужно будет поставить цигвин окружение цигвин там семейки же сиси и все такое и и собрать а дальше просто подключить к visual studio хотя в visual studio довольно таки неплохой профайлер есть и так но не все он наверное умеет ну 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 да visual studio профайлер хороший конечно уже так так когда касается visual studio и средств отладки то мы все резко становимся коммунистами а почему коммунистами а потому что так что такое потому что признайтесь честно у кого есть лицензия на visual studio вот то то и оно так ладно я установил установил то есть я собрал эту библиотеку и установил и она установилась понятное дело по стандартным путям теперь в убунте я могу там запустив где креатор прилинковать эту библиотеку сейчас я это сделаю и так я запустил свой cutie и проект в котором как я говорил будет по которому ну короче будет будет ряд видео вот по этой оптимизации вот и здесь у меня установлена установлена а как я подключил да вот подключаю lips плюс равно ну надо потоки подключить и вот непосредственно бенчмарк то есть если мы устан посмотрим то вот у нас была установлена как раз это вот библиотечка здесь все очень просто вот дальше оптимизируя это все не забывайте учитывать флаги компилятора насколько я помню по оптимизации уже сиси были вот такие флаги о 0 1 2 3 с fast уже плюс плюс ну наверное тоже ну все надо короче залезть документацию еще раз посмотреть но может быть такое то есть когда вы будете проводить сами тесты обязательно помните о том что с чем-то оптимизатор может справиться лучше поэтому 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 дальше ну и давайте сразу же первый пример и разберем swap vs my swap что это имеется ввиду а ну сейчас вы здесь видите как я это подключал здесь подключается просто include benchmark и дальше функции main нету все это обернуто макросами нам просто надо вот написать такой макрос дальше вот я создаю какую-то строку которую я хочу протестировать и передаю макросу свою функцию функция должна принимать вот такие вот параметры ну такие аргументы вот таких типов что это за что это такое я не знаю я не разбирался у вас есть все чтобы с этим разобраться у вас будут ссылки и и все остальное так дальше смотрите в чем фишка вот этого теста давайте сейчас посмотрим а ну что еще хочу сказать да помимо опций оптимизатора ну компилятора да флагов компилятора еще такая есть возможность есть такая вероятность что на одной платформе это ну вы вы можете улучшить к примеру свои алгоритмы и протестировать этим инструментом и увидите да действительно природа по сравнению там со старой версии алгоритма вот но на другой платформе это может не сработать либо на одной и той же платформе разные компиляторы могут дать немного разные результаты по производительности это такое может быть это вполне нормально поэтому всегда имейте это в виду тогда у вас разница в производительности совсем ничтожная то и вы приложили все усилия на оптимизацию то тогда лучше не оптимизировать вот вот но когда у вас разница в оптимизации очень большая учитывая да там с таким флагом или с таким или с таким и все-таки даже с полной оптимизации у вас разница производительности неплохая то я думаю для того чтобы убедиться окончательно можно попробовать еще протестировать на разных компиляторах то есть можно иметь ubuntu с со стандартным же плюс плюс компилятором также можно иметь windows с ее компилятором ну и можно еще что-то возможно маг да с ее собственным компилятором вот и попробовать на трех разных машинах и если действительно на трех будет машинах ваша улучшенная версия будет показывать хорошие результаты то смело пускайте в продакшн так ладно давайте посмотрим в чем здесь вот этого первого коротенького видео то есть вот эти ну проекта короче здесь сравнение производительности стандартного свапада обмена значение объектов с моей собственной реализации ну моя собственная реализация это просто вот шаблонная функция которая создает временную переменную и и и и и обменивает их местами и есть стандартная свап стдшная вот здесь сравнивается обмен двух векторов двух списков двух простых чисел двух строк и точно также для май свап то есть здесь используется стдшный а здесь май свап используется мой да и те же самые типы и давайте запустим давайте запустим запустим и посмотрим на результаты да так вот она все красивенько пишет какие-то ворнинги я не читал возможных надо устранить возможно теперь посмотрим стдшный свап за 17809 миллисекунд а наносекунд стдшный свап для листа да за 937 тысяч да а теперь смотрите для листа за 2 миллиона 190 тысяч то есть разница вот здесь хорошая здесь как бы несущественная дальше обмен intel у стдшного что-то это вышло больше обмен строк у стдшного вышло быстрее давайте для гарантии запустим еще пару раз посмотрим ну примерно все равно все также остается то есть что мы какой мы можем сделать вывод смотрите стдшный тут ну то есть вообще алгоритмы обмена значениями двух контейнеров для каждого контейнера по идее по хорошему должен быть свой алгоритм потому что универсальных алгоритмов для у всех то есть один алгоритм для всех контейнеров для всех типов и чтобы он еще был супер эффективным такого обычно не бывает для каждого своего типа используется свой алгоритм и что мы видим в вот здесь да мой свап да он универсальный но он как бы для списка не очень отработал для строки не очень отработал вот для целых чисел да почему-то быстрей стдшного вот но для вектора для вектора чуть-чуть медленнее вот для списка очень медленно и для строки здесь же здесь же для вектора для для числа для строки и для списка видимо свои реализации то есть для каждого контейнера есть своя реализация давайте попробуем на попробуем включить вот этот вот флаг сейчас я пересоберу и я думаю можно будет заканчивать вот посмотрим результаты блин а я те кстати не сохранил ну думаю ничего страшного о смотрите я включил оптимизацию и ну типа о 3 по моему там полная оптимизация по моему не помню и смотрите для числа для int по нулям для вектора стдшный отработал быстрее для списка быстрее для строки быстрее а мой свап который типа универсальный во всем оказался медленнее как вы видите флаги оптимизации очень сильно на все влияет ну давайте еще попробуем но лучше пересобрать лучше пересобрать проект по тому что по тому что я еще очищаю и делаю рубил давайте еще раз запустим так ну здесь как мы видим чуть чуть другие результаты а ну все равно вот как мы видим включил оптимизации хорош на хорошем уровне мы получаем хороший хорошую производительность для стдшных алгоритмов а мой алгоритм как который очень таки очень неплохой алгоритм я вам скажу то есть тут как бы много чего учитывается и вы сами можете видеть да вот то мой алгоритм не очень ну думаю все чуть тянуть время то есть и будет ряд видео по разным там вот таким вот примерчиком оптимизации как писать код чтобы он был оптимальный то есть мораль вот вот это то госсвап в с майсвап такова правильно подбирайте алгоритмы не пишите велосипеды если они уже есть ну не пишите что-то если что-то уже есть в стандартной библиотеке в стандартной библиотеке алгоритмов тем более если это что-то есть есть для стандартных векторов для стандартных строк то есть если она там есть знаешь она написано максимально эффективно но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока